Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль Рекпека в студии А помогает Евгений Копеин А на связи по скайпу с нами Журналист, пишущий много о науке Морской геолог по образованию, по профессии Константин Рангс Добрый день, Константин, здравствуйте Добрый день, добрый день Мы продолжаем серию программ, которые посвящены, конечно же, событиям последнего времени Эпидемии коронавируса, которая очень много изменила на нашей планете И эти изменения во многом, вот мы уже говорили о том, что как-то совпали даже с пожеланиями и требованиями Греты Тунберг И сколько шуток уже гуляла на эту тему Действительно ли вот эта ситуация должна порадовать борцов за экологию, за зеленую энергию И все ли вот развивается так, как они бы хотели Вы знаете, честно говоря, возникает такое ощущение, что им это должно порадовать Хотя не совсем, не совсем, мало еще сделано Тут надо отметить, что 22 апреля, несколько дней тому назад Был так называемый день Матери Земли Это уже 10 лет как ООНовский такой отмечаемый день И по этому случаю большинство европейских каналов сделали специальные передачи, анонсы В частности, например, Евроньюз опубликовала такую дискуссию, беседу с Гретой Тунберг Она сейчас вновь появилась на экранах телевизоров И очередные, как говорится, идеи она высказывает сейчас И идеи, в принципе, вполне понятные такие О том, что, если суммировать, что коронавирус это, конечно, плохо Но, с другой стороны, мы видим, что стала чище атмосфера городов Но не нужно забывать о том, что это только, так скажем, начало Не нужно забывать о грядущей климатической катастрофе И, собственно говоря, вот эти размышления Гретой Тунберг Они довольно пространные, повторяются Но, тем не менее, вот эта идея, она, что называется, идет красной нитью О том, что, с одной стороны, мы видим, что действительно уменьшение движения Там работы промышленности показывают, что природа, земля может вдохнуть свободнее Но это все равно только, что называется, начало долгого пути Потому что впереди нас ждет еще гораздо более опасный катаклизм Это климатическая катастрофа Надо заметить, что даже карикатуры появились, по-моему, в американской печати Так скажем, демократического толка Там было как бы две волны Одна маленькая, другая большая И вот люди показывают Стоят люди и с ужасом смотрят на маленькую волну А уже со спины идет вот эта огромная волна климатическая То есть надо заметить, что это Тут и дата подошла И, собственно говоря, уже определенная Я так думаю, усталость и людей И средств массовой информации От ежедневных рассказов о коронавирусе Так скажем Нужно сменить пластинку И вот это вот как раз был очень удачный повод Еще что интереснее Но мне показалось даже интереснее Не только вот эта вот такая реинкарнация Гриты Тунберг Сейчас Сколько интересная позиция О которой тоже рассказали европейские каналы В частности, я вот смотрел Евроньюз О выступлении зеленых Которые выступили против оказания государственной помощи авиакомпаниям Ну, как известно, сейчас самолеты стоят Вообще, хотел бы обратить внимание Что по данным Всемирной туристической организации при ООН Есть такая Доклад, по-моему, понедельничный 96% мировых туристических направлений Либо закрыто, либо крайне урезано То есть можно сказать четко Авиапарк стоит в очень большей его части Уже сейчас масса заявлений Например, я вот сегодня видел заявления Руководства Райнер, которые говорили о том Что если так все дальше пойдет Они просто не поднимут свои самолеты в воздух Почему? А потому что их система Работы вот этих лоукостеров Лидером из которых является Райнер и пионером Заключается в том, что самолет быстро прилетел Быстро улетел То есть маленькие сдержки на парковку Не случайно ведь, заметьте Эти как раз компании покупают И имеют самый молодой авиапарк Потому что они купили Большую партию новеньких самолетов На гарантии Они их эксплуатируют Хвосты в гриву Проходит конец гарантии Они их распродают Это еще хорошие самолеты Но их уже теперь надо обслуживать За свои деньги А то, значит, за деньги производителя То есть их задача какая? Набить людей в самолет Без всяких дополнительных услуг И на этом на всем экономится И где они летают, эти самолеты Эти самолеты летают на самых нагруженных направлениях Средней дальности Автобусы такие, воздушные Сейчас же самолеты стоят Рейсов нет, туристов нет Естественно, что если, чтобы самолет поднять в воздух Его и заправить надо И пилотов нужно посадить Согласно нормативам И, собственно говоря, на вышке кто-то должен работать Не так же он сам сел и полетел То есть нужно запустить всю систему Которую пассажиры зачастую даже не видят А это все деньги И получается, что тогда билеты станут дорогие Но тогда такие вот дешевые самолеты Автобусы, авиаавтобусы, лоукостеры Они будут проигрывать, так скажем, классическим компаниям Типа таких монстров, как Бритиш Петро Это Бритиш Эйрвейс Или, например, Люфтганз Или, да уж не говорю про Эмираты и прочее Самолеты, которые могут ему предложить первый класс Бизнес-класс То есть что получается? Получается, что авиация в условиях малой интенсивности полетов Она дорогая Она для богатых То есть бедные не смогут Как раз, чтобы не получилось Что она бы осталась только для элиты общества Так скажем, финансовых и политических элит Естественно, хотят каким-то образом стимулировать авиацию Чтобы она начала летать Будет летать, будут ездить туристы В общем, какой-то мотор бы запустился Но что говорят зеленые? А зеленые говорят о том Что они выступают против того Чтобы государства давали помощь авиакомпаниям Без особых экологических условий Надо заметить, что тут возникает такой парадокс Я посмотрел на эту даму Которая от Гринписа выступала Она типа не против Чтобы там давали помощь авиакомпаниям Но экология, что называется, first На первом месте Но тут возникает следующий вопрос А что, какие могут быть условия у авиакомпании У авиакомпании основная экологическая к ним претензия Это не шум Это не блеск самолетов в небе Или что-нибудь там еще такое Прочее Запахи какие-то, может быть Это то, что они сжигают керосин И выбрасывают много углекислого газа в атмосферу Но беда-то вся в том, что авиакомпании Не могут поменять двигатели на керосине На электромоторы Потому что эти самолеты тогда не взлетят Вот на данный момент времени Нету таких батареек Которые бы можно было бы Их использовать для самолетов Хотя бы класса Для самолетов вот этих вот А-320 или Боинг-737 Которые считаются основными рабочими лошадками По всему миру Но нету возможностей Потому что, так скажем Емкость энергии в литре керосина Чуть ли не в 10 раз больше Чем в такого же объема батарей Вот как быть в этой ситуации Там можно спорить У некоторых батареек есть экспериментальные Лучшие результаты Но пока керосин Это самое эффективное авиатопливо То есть все разговоры заканчиваются На одном и том же Вы должны меньше выбрасывать Углекислого газа в воздух Следовательно У вас должны быть Более эффективные двигатели Вы должны лучшим способом Их эксплуатировать А как это сделать И самое главное За какие деньги Все это производить Вот извините меня Пациент можно сказать Едва дышит А вы ему еще предлагаете Его заставить бегать То есть Возникает вопрос Собственно говоря А есть ли вообще Какая-то Так скажем Не просто там Теоретическая Какая-то чисто Физическая логика В этом Или экономическая Непонятно Но зеленые Да Вот на зеленые Они действительно могут Повлиять На вот эти требования Или это просто Скорее таки Популистские Высказывания Ну Какие-то претензии К правительству Что вы должны Там скажем Вы поставить Как-то условия Для авиакомпании Но Вряд ли Правительство Прислушается К этим Популистским Требованиям Вот тут Очень конечно Важно С одной стороны Это прекрасный Способ обратить На себя Внимание Потому что Сейчас Как мы видим Во всем мире Разговоры О климатических Изменениях Ушли куда-то Далеко в сторону Сейчас главное С коронавирусом Разобраться Да Вот Тут еще один Момент Который Можно сказать Что они выстрелили Себе с этим Вот например Заявлением Это выстрельба В себе Ну в ногу Как говорят Американцы Да Потому что Посмотрите Ведь Авиакомпания Это же Не просто Самолет Будем говорить Самолет Сам по себе До сих пор Не летает Даже дрон Управляется Да А я уж не говорю Про нормальные Пассажирские Коммерческие рейсы Там пилоты Там авиамеханики Авиаинженеры Там служба Вот именно Обеспечения полетов А уж сколько людей Обслуживает самолеты Еще которые Идут На плановые Ремонты Авиаиноплавливое Обслуживание Это огромная Индустрия Это десятки Тысяч Людей Которые Трудятся Чтобы все Это Безопасно Летало И вот Простите Когда вы Начинаете Отягощать Эту отрасль Очередными Требованиями Причем не только Эту Любую Сейчас Отрасль Вы Фактически Делаете Этих людей Оставляете Без работы И тут Возникает Очень интересный Вопрос Долгое время Почему-то Считалось Что зеленые Это такая Своеобразная Разновидность Социал-демократов Чуть ли даже Не коммунистов Говорили Они все время Кучковались Зеленые Социал-демократы Зеленые Социал-демократы Коммунисты Что-то вот такое Но то Что они Сейчас Заявляют Показывает Полное Непонимание Интересов Общества То есть Получается Следующая вещь Государство Собирается Государство Буржуазные Государства У нас Социалистических Нет Даже Китай Это крутая Буржуазная Страна Так вот Капиталистическая Страна Не буржуазная Капиталистическая В первую очередь Но не важно Важно то Что государства Пытаются Думают о том Что как бы Дать деньги Чтобы сохранить В том числе Рабочие места Запустить экономику А тут же Говорят о том Что А вот вы должны Давать деньги Не всем А вот только этим Потому что Эти значит Вот лучше летают Меньше используют Выполняют наши требования Но ведь там Есть рабочие люди Ну как рабочие Рабочие все И пилот Самолеты Рабочие И журналист Который пишет Про авиацию Например Он тоже Из этой Жилотрасли Хотя он может быть Как сказать Все самозанят И уборщица Уборщица В аэропорту Даже Да Тоже Уборщица В аэропорту Например Тоже Получается Да Или таксист Который возит Людей Из аэропорта Допустим И в аэропорт Ну Понятное дело Так вот Дальше получается Следующая вещь Вы реально Подвигая Все больше и больше Требований Будете приводить К тому Что Полеты на самолетах С одной стороны Станут Только Скажем Привилегии Богатых Так вот Да А с другой стороны Вы выкинете Огромные массы Людей На улицу Потому что Они больше Не будут нужны Извините меня За резкость Какого же дьявола Вы тогда можете Считаться левыми Потому что Левые по идее Это люди Которые защищают Интересы Лиц наемного труда И самозанятых людей Условно говоря Ремесленников Кустарей Как сто лет назад Говорили Сейчас это красиво Фрилансеры Кустаримы Те кто работает Сам на себя По старой терминологии Так вот Это все Ну и можете Назвать кого-то Допустим Зубного врача Мелким буржуазией Или допустим Адвоката Если у него Небольшая Фирма Потому что Есть правые Которые защищают Тех лиц Которые покупают Труб Ну и прекрасно Есть одни Есть другие Идет торг Все замечательно Но дело все в том Что тут оказываются Эти зеленые Которые рядятся В толгу левых А по сути дела Выступают В интересах правых Вот уж как говорится Как в том анекдоте Вы определитесь С крестиком И с трусами Тут нужно что-то Действительно О чем-то Нужно подумать И мне кажется Что сейчас Вот как раз И возникнет Очень нехорошая Ситуация Согласно которой Нужно будет Понять Чьи же интересы И как будут Относиться К зеленому Движению То есть я что хочу сказать Что вот такие вот Заявления Они вредят Как раз Интересам Зеленого движения Потому что Несомненно Что люди Связанные с авиацией Но вот такие вот Заявления Зеленых Отреагируют Очень плохо И если раньше Они могли К этому Относиться С симпатией То сейчас Какая тут симпатия Мир показал Реальность О том Что огромная Масса людей Извините Для них Месяц прожить Без зарплаты Без дохода Проблема Два месяца А тут получается Что вы вообще Хотите изменить Ситуацию Вот это Очень важный момент О котором Хотелось бы Как раз И поговорить В принципе Получается Ведь как Либо Нас ждет Большая Беда В будущем Либо У нас Проблемы Вот уже Сегодня Но простите Тем людям У которых Сейчас проблема Заплатить За квартиру Купить Еду Этим людям Разговоры О глобальном Потеплении И грядущем Повышении Уровня Моря Ну Совершенно Неинтересны Мало того Они их Раздражают Бесе Потому что Это Разговоры Для тех Знаете Как в одном Очень интересном Меме Когда королева Говорит Своим подданным Прошу всех Остаться Соблюдать Карантин И оставаться В своих замках Знаете Очень хорошо Оставайтесь В своих замках Это получается Действительно Позиция Зеленых Она не Опускается Для вот этих Широких Масс Они красиво Говорят о том Что вот От нарушений Климата Будут гибнуть И страдать Огромные Огромные Миллионы Населения Но ведь До того момента Еще Им возражают До того момента Жить надо А если У человека Нечего Покупать Вот сейчас Тоже Меня поразило Как в фейсбуке На сообщении О том Что Люди Берут деньги В Италии Пользуются Помощью Мафии Да И что Преступность Может оказывать Вербовать Себе Своих Новых Помощников Да Оказывая Помощь Сейчас Вот идет Разговор о том Что государство Должно Тоже Оказывать Такую Ну Помощь Но дело В том Что ведь Мы как Видим В государствах Тоже Совершенно Разные Взгляды И что Интересно Америка Раздает Деньги А например Бывшая Социалистическая Ну Страна Россия Бывший Советский Союз Наоборот Выступает Категорически Против Простой Раздачи Денег Населению Ну А как Слышал И наш Глава Центробанка Тоже Против Вертолетных Денег Так называемых То есть Денег Которые Раздаются Просто так Тут Видите Очень Интересная Ситуация Складывается Дело Все в том Что штампы Они Гораздо Более Живучие В Америке Как вы Собираются Раздаются Раздавать Люди Купят Купят Ведь Экономика Ну Все Подсует Подсует И поэтому Нынешние Потомки Вполне Себе Легально Эти Деньги Аккумулировали Но Получается Видите Как раз Интересная Вещь Например Те же Самые Зеленые Они Называя Когда Называли Себя Левыми Держались Левыми Они Как-то Мало Не слышно Было Их Так Скажем Голоса Против Вот Этой Философии Перераспределения Богатств Когда Деньги Идут К деньгам Кстати Самое Интересное Что Как раз Это Грета Тунберг Почему На нее Обратили Внимание Она Как раз Наверное Может быть Примитивна Но Она Все-таки Обозначила Проблему О том Что Происходит Переток Денег Вот Эта Система Потребления А система Потребления Означает Что в конечном Счете Где Концентрируются Деньги И Речь Ведь не И там Что Допустим Плохо Чтобы Не было Богатых Дело Все в том Что У нас Происходит Перекос Между Финансовым Богатством То есть Тех людей Которые Управляли Деньгами И Производственным Богатством Когда Человек Создает Фирму Которая Производит Машины Или там Изобрел Какой-то Компьютер Или Какое-то Лекарство То вполне Понятно Почему Он Богатей Он Производит Что-то То что Полезно Другим Людям Но Когда Он Согласно Правилам Игры Получает Условно Газ Каждой Транзакции Процент Не прилагая Никаких Усилий То Это Возникает Узывает Уже У других Людей Закономерный Вопрос А до Какой Степени До Какого Уровня Может Расти Ваше Безумное Богатство Вы же Ничего Не Создаете И вот Это Как раз Тоже Мне кажется Сейчас Очень важный Момент А поскольку Тут еще Был повод 150-летия Со дня Рождения Владимира Ильича Ленина Молодым Людям Можно Напомнить Что Начинал То он Именно Как Социал-демократ Российский Социал-демократ И Его Статьи Допустим 1914 Года Очень Трудно Отличить По содержанию От Статей Очень Многих Современных Европейских Лидеров Кстати На что Хотелось бы Обратить Внимание Потом Все Поменялось После Войны Но Тем Не Менее Вот Как Раз Сейчас Вот Это Коронавирус День Земли Неудачные Выступления Зеленых Мне так Кажется А тут Как Раз Их Белей Подошли Как Не Крутите Фигура Ленина Она Всемирно Известная Это Как Раз И Стимулировало Так Начало Такой Дискуссии Которая Если смотреть Фейсбук Она Выродилась В такие Бесконечные Хайпы По поводу Кто Кому Должен Платить Вот И я Думаю Что Все-таки Через Некоторое Время Мы Уже Наверное В мае Месяце Уже Увидим Какие-то Более-менее Взвешенные Решения Я Не Уверен Что Правительство Пойдут Попадутся На вот Эту Ловушку Хотя Уже Сейчас Известно Что С другой Стороны Для Правительства Европейского Союза Вернуться К зеленой Тематике Это тоже Было бы Так скажем По крайней мере Вернуться на слова Было бы Очень интересным Вариантом Что каким-то Образом Уйти от Вопросов Как вообще Это вся Пандемия Умудрилась Здесь у нас Развиться И сразу Возникнет Вопрос Почему В одних Странах Она Достаточно Контролируемая Эпидемия А в других Странах Она Как мы знаем Стала Весьма Тяжелым Ударом И интересно Что это Не зависит От Строгости Карантина То есть В ряде Стран Которые Достаточно Либерально Отнеслись К Требованиям Карантина Тем не менее Эпидемия Не развивалась А в других Странах Она развивалась Тремительно То есть Здесь Какой-то Прямой Корреляции Нет Но с другой Стороны Как Господин Перевозчиков Как я понимаю Главный У нас По вирусам В Латвии Он же Отметил По-моему Сегодня Это было Опубликованы Были Его Ответы На вопросы О том Что рано Начали Достаточно Рано Начали 12 числа Ведь уже Начались Мероприятия Когда Количество Инфицированных Было По-моему Всего На пальцах Одной руки Можно было Пересчитать Таким образом Успели Перехватить Момент Начала И уже Дальше Пошел Более-менее Четкий Контроль Те люди Которые Было Обнаружено Что у них Инфекция Их отправили Сидеть Домой На карантин И таким образом Они перестали Раздавать И сейчас Как вот Обращаются Внимание Специалисты В других Странах Что как раз Вот когда Пропустили Вот например Наши соседи Эстонцы У них Приехала К ним Целая Волейбольная Команда На остров Сарема Играть Волейбольный Матч То есть Можете Представить Что когда Две команды На одном Поле Разгоряченные Люди Играют Они активно Дышат Рядом В тесном Достаточно Помещении Небольшом Сидят Зрители То есть Вот где Произошло И условно говоря День раньше Введите Карантин У вас не будет Этого матча У вас не будет Этой команды И у вас не будет Вот этого Распространения Заболевания Сделали это Днем позже И вы имеете То что вы имеете Вот это Очень важный момент И мне кажется Что Вот сейчас Как раз И выясни Может выясниться Ситуация О том что Почему например Те или иные Чиновники Ответственные лица В Европейском Союзе Вовремя Не нажали Что называется На красную кнопку А с другой стороны Я думаю Что В будущем Политически Очень большой успех Может быть У тех политиков Которые Успели Вовремя Нажать На красную кнопку Кто Вовремя Поднял Красный флажок Кто стал Стучать В барабаны В колокола Потому что Сейчас Это будет Очень важно Что Будут Больше Доверять Тем людям Которые Не стесняются Показаться Может быть Даже Смешными Но это Тот самый случай Когда лучше Перебдеть Чем Не Добдеть Вот И я думаю Что это Сыграет Большую роль В изменении Политической Картины В Европе И у нас И в Европе Вот И поэтому Конечно Будут Те стороны Которые Те Так скажем Силы Которые Будут Заинтересованы Историю С ковидом Тоже Как-то Потихонечку Замести Под стол А на этом Фоне Угрозы Глобального Потепления Это тоже Замечательная Тема Потому что Как мы уже Убедились Она есть Про нее Можно Много Говорить Вот И всегда Будут те Кто желает Про нее Говорить Хотя В этот раз Мне кажется После коронавирусной Эпидемии У общества Будет более Критическое Отношение Хотя бы Просто потому Что из этого Кризиса Экономического Кризиса В том числе Мы все будем Выползать Достаточно Долго И тяжело Но мне кажется Что ведь Люди Очень устали Уже Устали По всему миру От этого Карантина От этого Чувства Постоянной Тревоги И вот Растет Действительно Количество Людей Которые Вообще Просто Отрицают Существование Коронавируса Вот Сильные Конспирологические Теории И это все Поддерживается Может быть На фоне Вот этой Усталости Усталости Непонятно Сколько Потому что Постоянно Сроки Передвигаются Переносятся Все дальше И дальше И учитывая То что Действительно Как мы уже Упомянули У людей Нет Какой-то Подушки Безопасности Финансовые То есть Максимум Может быть На месяц На полтора И вот эти деньги Проедены И что дальше Абсолютно Непонятно Вот это Не приведет ли Каким-то Массовым Волнением Коронавирусным Бунтом Каким-то Совершенно Неконтролируемой Ситуацией Которая Будет Очень тяжело Держаться В узде Но это Еще будет Зависеть От того Как будет Распространяться Заболевание Когда будет Увеличиваться Если Будет Увеличиваться Количество Заболевших Популяции Да То Конечно И отношение К этому Будет Меняться В Италии Тоже Поначалу Это отношение Было У меня Есть коллеги Наши коллеги Журналисты Они рассказывали Что поначалу Это было Все как К чему-то Такому Ну Не мира сего А когда Вот в некоторых Городах Вот в провинции Ломбардия Действительно Оказалось Что в каждой Семье Есть умерший От ковида Вот тогда То конечно Стало меняться И отношение И что самое Интересное Сейчас Вот эта стадия Раздражения Она Переходит В стадию Принятия То есть Да Нужно жить Вот так Вот так Теперь Будем жить Все Люди Не могут Постоянно Бороться И воевать Сами С собой Привык Привыкают Потому что Ведь тоже Сначала Говорят Как люди Могут жить В условиях Диктатур Прекрасно Люди Живут И мало Того Считают Себя Вполне Счастливыми Так Они Могут Жить И в условиях Карантина Любого Карантина Человек Он гибкий И самое Интересное Что вот как раз Вот этот Момент Это все равно Что как вот Кризис Такой Появятся вот эти Выступления Да Эти всевозможные Конспирологические Теории И второе Еще очень важно Как Будет Все выходить Наруж Какими Будут Предприниматься Меры Ведь смотрите Сейчас все В Европе Говорят о том Что Будут Ослаблять Меры Да Но при этом Я особо Обратил бы Внимание Найдите В интернете Переведен Студии Телеканал Ост-Вест Речь Ангела Меркель Недельной давности Которая Говорит о том Что да Вот будем Ослаблять Вот это 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 Очень многие Средства массовой Информации Особенно в России Взяли Вырезали Только шапку В Германии Будут все Ослаблять Или там А забывают Что она Дальше Это говорила О том Что на каких Условиях Будут работать Магазины А там Очень много Условий На каких Условиях Что нужно Будет сейчас Носить маски Повсеместно И не нужно Ссылаться На мнение Какого-то Чиновника Из Всемирной Организации Здравоохранения Который Говорил о том Что Маски Не обязательно Или не нужны Оказалось Очень простая вещь Людям Гораздо проще Одеть маску И в ней ходить Чем думать Когда ему Одеть ее А когда ее Снимать То есть Правило Простое Вот у тебя Пачка масок Надень Взял Выходишь Вообще Ну На улицу Куда угодно Одел маску Возвращаешься К себе В машину Или домой Маску Утилизировал И ведь Самые Это интересное Другое Поражает Знаете Такой Инфантилизм Когда говорят Маска Не перекрывает Все 100% Вирусов Да если Она Поймает Хотя бы 30% Вирусов Это означает Что количество Активного Агента Будет меньше И вполне возможно Вашему Организму Хватит сил Чтоб С оставшими Справится Вот о чем Идет Ред Кроме этого Известно Что люди Имеют Вредную Привычку В условиях Эпидемии Ковырять В носу Черепить Себя За бороду За усы Поправлять Себе Что там Тереть глаза Тоже Очень плохо Маска Объективно Мешает Голыми Руками Лезть К себе В лицо В этом Ее тоже Большое Достоинство То есть Вот немцы Они пришли К такому Решению Про него Как-то Мало Говорили Особенно В русскоязычном Пространстве Та же Самая Ангела Меркель Четко Сказала Что не Будут Все Контролировать И если Кто-то Что-то Будет Нарушать Например С теми же Магазинами Будет Закрытие И Мало Того Регулярно Каждую Неделю Будут Проводиться Соответствующие Заседания Они будут Контролировать Что происходит Да То есть Нет того Что Все Ребята Эпидемия Закончилась Ура Всеобщий Праздник Поэтому Мне кажется Что вот Такое Небольшие Послабления Которые Сейчас В Европейском Союзе Мы О них Слышим Это Не означает Что Так скажем Гроза Миновала Это Просто Напросто Попытка Облегчить Хоть Работу Ну Так скажем Общество Функционирование Общества Экономики Но Каким-то Образом Чтобы не Загонять Его В полную Стагнацию В тотальную Стагнацию Но Эта Мера Не Так скажем Не от Хорошей Жизни Потому Что Если бы Слушать Специалистов То Они бы Вообще Нас Благополучно Оставили Бы Всех Либо Посоветовали Даже Не маски Носить А например Типа Как Скафандры Кстати Я вот Видел Один Господин Россиянин Тоже Наш Коллега Он Лечился В Склифосовского От Ковида И вот Он пишет О том Что Ему стали Многие Писать Его знакомые Когда Ему сделали Переливание Плазмы Ему помогло Ему стало Легче И выяснилось Они снимают Верхнюю одежду И оставляют Ее В прихожей Заходишь Да Заходишь Дверь И сразу В шлюз Там Сверху Тебя Опрыскивает Дезинфицирующее Вещество Ты стоишь На матах Пропитанных Сильным Антисептиком Таким образом С подошвами Ничего Тебя Всего Опрыскали Ты там же Снял одежду В шлюзе Повесил ее На крючочке Там Включились Лампы Жесткого Ультрафиолета Как только ты Вышел Из этого шлюза И закрыл дверь Это удобно Потому что Например Твоя кошка Не отравится Ну Зайдя вот туда Или там Даже повалявшись На таком мате С дезинфектором Что для нее Совершенно не полезно Вот Ну вот такая Достаточно Технически простая вещь Которая раскладная Ее можно поставить дома Это я к чему Это к тому Что Это тоже Решение Какого-то вопроса И когда такая штука Если кто-то Ее у себя поставит Вполне возможно Поставят и другие А потом Привыкнут Что в квартире Должен быть Шлюз для дезинфекции Все Привыкли же мы Простите 150 лет тому назад Унитазов В домах не было А ничего Представьте себе Сейчас Сдача квартиры В наем Без унитаза Ну как-нибудь Так обойдетесь Да как-то будет Очень тяжело Ее продать Так что Привыкать Придется Привыкать И менять Образ жизни Утилизация Но мы должны быть Открыты к этому О том что Да вот такая Вот жизнь Так вот случилась И понимать Что Нужно как-то Приспосабливаться В конечном счете Мы люди А люди Это самый Приспосабливающийся Вид на нашей планете Ну вот интересно Ведь Эти маски Придется Каким-то образом Утилизовать А давайте Представим себе Что если маска Два-три часа Сохраняет Свою Ну скажем Защитные свойства Это означает Что в день Возможно Потребуется Две-три маски Помножим Это на количество Ну хорошо Не всех Восьми миллиардов Проживающих на планете Но хотя бы Вот Европа Америка Это несколько миллиардов Все-таки Ну два миллиарда Хотя бы человек Если это помножить На количество Вот дней в году Интересно Вот Ну удастся ли Как-то вот Утилизовать Такое количество Материала А чеп Не утилизовать Просто нужны Специальные ящики Для использованных Масок Пришел Снял маску Если она синтетическая Одноразовая Кинул ее в пакет Завязал пакет Потом Когда выкидываешь Мусор Выкидываешь Специальный бак Для использованных Масок Их потом Переплавят Этот естественно При переплавке Там все микроорганизмы Гибнут Абсолютно точно После чего Из них сделают Новые бутылки Или маски Или что там еще Нужно Опять же Те которые Тканевые Или вообще Многоразовые Берете банку Кидаете их В банку Заливаете их Туда Восьмидесяти процентным Спиртом Ну и пусть Они вам стоят На солнце Это так К примеру Тем более Что они там Постояли Несколько суток Потом Вы их Вывесили Провесили Прогладили Но это уже дальше Как говорится Зависит от материала Ну то есть Лучше Чем они Одноразовые Получается Кроме стеклянных Бутылок И пластиковых Бутылок Могут появиться Скоро у нас И для контейнера И для Использованных Масок Но их уже Сейчас Можно эти Использованные Одноразовые Пластиковые Маски Синтетического Материала Закручивать Да И бросать В контейнеры Для пластика Потому что Пластик Его же там Никто не Использует Для изготовления Компоста И опи плавят Или сжигают Где как Если хотите Быть абсолютно Уверены В том Что инфекция Не разойдется То эти же Самые Маски Можно залить Дезинфицирующим Раствором И тогда Все будет В порядке На самом деле Вопрос технологии Он Не самый главный Вопрос Чтобы были Эти маски Чтобы были Деньги Купить Заказать Продукты Вот в чем Проблема Потому что Условно говоря Может писатель Или допустим Журналист Вот как мы Например Сейчас не приходить В студию А работать Удаленно Или допустим Бухгалтер может Работать удаленно А вот токарю Как работать Удаленно Не совсем понятно То есть ясно Что никак Поэтому возникает Вопрос Что мы должны Таким образом Этому токарю Так организовать Рабочее место Или так Его защитить Чтобы он мог Спокойно Прийти на работу И выполнять Свою работу Ну а музыканту Вот как жить Буквально Лет 5-10 назад Они лишились Доходов Благодарю Накрылась Индустрия звукозаписи Практически Концерты Живые Остались Последним Источником Дохода музыкантов И теперь Получается Что и выступать С концертами Нельзя И таким образом Музыканты Вообще Оказались Без средств К существованию Ну вот Конечно Это тяжело Потому что С одной стороны Музыка Она очень здоровая Не случайно Помню Пепель Нам песни Строить И жить Помогает Это сильнейший И древнейший Способ Эмоциональной Стимуляции Поэтому Вот это Совсем Не шуточный Вопрос Мне кажется Что либо Люди Должны Как-то Приходить Будучи Защищенными Я уж не говорю В скафандрах А почему Нет Либо Музыканты Должны Быть Тоже Защищены Либо Действительно Нужно Придти К тому Что Каждый Выход В интернет Это Платная Вещь Я имею Ввиду Не вообще В интернет А вот Именно Хочешь Послушать Вот Эти Только Платформы Ну А выхода Какого-то Нет Они Действительно За какие-то Деньги Должны Существовать Эти Самые Музыканты И Речь Идет Не о Тех Немногих Миллионерах И мультимиллионерах Типа Например Того же Пола Маккартни Сэра Или Например Там Ну Ты лучше меня Знаешь Да Элтона Джона Ну Понятно Да Кто у нас Там Да Да Их Немного А есть Огромная Масса Людей Которые Просто Каждый день Работают Играют Создают Нам настроение И Их тоже Нужно Каким-то Образом Защитить Вот Вполне Возможно Что Как же Космонавты Например Перед полетом В космос Они За стеклянным За стеклом Работают Да Вот Может быть Какие-то Такие Варианты Но Мне кажется Что Технические Стороны Можно Проработать Было бы Желание И Вот Нужно Понимать О том Что Ведь Каждый Заболевший Человек Для каждого Человека Его болезнь Это Самая Главная Болезнь И Поэтому Если Ты Допустим Переносчик Инфекции И Кого-то Заражаешь Ты Элементарно Просто-напросто Разносишь Зло Очень Многие Люди Это Понимают И Стараются Сами Ну Максимально Не потому Что Им Плохо Кстати Вот Очень Интересно Что Как раз Те Кто Переболел Они Становятся Очень Аккуратными Людьми Потому Что Они Понимают Как Это Тяжело И Больно И Как Страшно Поэтому Я считаю Что В наше Время Нельзя Сбрасывать Сейчас Вот Эту Опасность Это Наша Общая Опасность Мы Должны Найти Способ Как С ней Жить В дальнейшем А потом Уже Сможем Более Менее Четко Се Представлять Как Нам Решать Следующие Проблемы Связанные С глобальным Потеплением И Прочими Вещами Это Был Константин Рангс И Климат Контроль Спасибо Большое До